Как заработать на евро, а точнее на евро-долларе рассмотрим в этом выпуске. Я показываю на графике разворотные точки, на которых можно заработать, а также будет новость на этой неделе по евро, поэтому досмотрите видео до конца. Меня зовут Роман Корнев, приветствую вас, уважаемые трейдеры компании A-Markets. Рассмотрим несколько торговых инструментов, на которые можно заработать на этой неделе. Поехали! Начнем с евро-доллара. Евро-доллар сейчас находится в боковом тренде. Вот так его можно обозначить. Этот боковой тренд достаточно широкий. И этой волатильности способствовала новость на прошлой неделе в пятницу. Это выход нон-фарм. Мы, кстати, очень хорошо с моими подписчиками заработали, поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я публикую новости, на которых мы вместе зарабатываем. Евро-доллар сформировал несколько разворотных точек. Как видите, линия сопротивления дает нам разворотную точку в виде синего квадрата. Это в районе цены 1.0698. Здесь можно ставить ордера на продажу и зарабатывать на снижение. Если цена вновь дойдет до этой линии. Если цена будет спускаться, то здесь у нас ждет две линии поддержки. Эта линия в районе цены 1.0532 и чуть пониже 1.0520. Здесь можно разбить свой стандартный лот, которым вы торгуете на две части. И зайти сначала половиной лота, потом второй половиной, если цена все-таки еще снизится. Но в любом случае в этом месте будет разворот. Поэтому здесь можно будет заходить в сделку на покупку и зарабатывать на росте. Но вообще боковой тренд любит мой робот. Поэтому если вы торгуете моим роботом, вот здесь я отметил бирюзовые зоны, серединную часть бокового тренда, в котором можно будет зайти моим роботом в режиме buy и sell одновременно. То есть если цена продолжит колебаться вот в этом коридоре, то робот показывает наиболее высокую эффективность. Кому интересно пользоваться моим роботом, если вы торгуете компанией A-Market, сможете получить робота бесплатно. Поэтому переходите на мой канал по ссылке в описании и пишите мне в Telegram. Я вышлю вам условия для его получения. Ну а мы идем дальше. Австралийский доллар формирует похожую картину. Широкий размашистый канал. Также от линии сопротивления есть разворотная точка в районе цены 0.6643. Здесь можно будет ставить ордера на продажу и зарабатывать на снижение, если цена дойдет до этого уровня. Ну а сейчас пока что она идет вниз к линии поддержки. Здесь также две линии поддержки я обозначил. Также можно использовать усреднение, поэтому заходим на покупку в районе цены 0.6566 и 0.6560. Какие ставить ордера, тейк профиты и стоп-лоссы? Более точно я об этом рассказываю на своем обучающем курсе. Поэтому кому интересно обучаться, сформировать хороший фундамент для начала профессиональной торговли, обязательно переходите ко мне на канал и переходите по ссылке на мой сайт. Там будет информация об обучении. Британский фунт немножко не дошел до линии сопротивления, как мы видим, и пошел вниз. Тоже была вот эта волатильность связана с нонфармом, но я здесь вам нарисовал вот такую вот линию. Это линия поддержки, это уже зеркальная линия поддержки, от которой цена может отбиться вверх и можно заработать на росте. Доллар иена в связи с такой ослабленностью доллара движется вниз. И здесь вот я нашел такую линию поддержки, она основана на линии Fibonacci 23.6, это уже зеркальная линия поддержки по сути. Поэтому если цена дойдет до этой линии, это в районе цены 133.093, здесь можно будет покупать и зарабатывать на росте. Доллар канадец движется вверх и здесь его ждет мощная линия сопротивления в районе цены 1.39.76. Но однако это у нас дневной график, если вы хотите сигналы побыстрее, то здесь на графике M30 есть вот такая вот линия поддержки, от нее можно будет покупать и зарабатывать на росте. В районе цены 1.37.66. Ну давайте еще посмотрим золото, золото движется вверх активно, также на ослаблении доллара. И если оно продолжит свое движение, то ближайшие линии сопротивления это в районе уровня Fibonacci 50 и 61.8. Для золота это будет цена 1881 и 1900. От них можно будет продавать и зарабатывать на снижении. Поэтому обратите внимание на золото, пользуйтесь алертами, выставляйте оповещения, чтобы не пропускать эти сигналы. Кстати про алерты у меня есть отдельное видео, обязательно посмотрите как ими пользоваться. Полный обзор с разбором других валют сможете посмотреть на моем канале по ссылочке в описании. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можем заработать, особенно по евро. В понедельник особых новостей нет, а вот во вторник будут новости базовый индекс потребительских цен. Это по Америке, их несколько новостей выходит за разные периоды. Направленного движения здесь ждать не стоит, ну разве что на фоне ослабления доллара, может быть доллар посыпется еще дальше вниз. Ну а так просто ожидаем увеличения волатильности. В среду тоже особых новостей я не вижу интересных, а вот в четверг ночью будет новость по Новой Зеландии. Здесь будут данные по ВВП, будет ухудшение прогноза, поэтому можно ожидать ослабления новозеландского доллара. Правда вряд ли кто будет торговать конечно ночью. Но вот ближе к вечеру будет как раз таки решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. Ожидается повышение ставки, а значит ожидаем повышение курса евро. На фоне ослабленного доллара это может привести к еще более сильному росту евро. Ожидаю, что это так и будет, поэтому подписывайтесь обязательно на мой телеграм, я всех оповещу и будем вместе смотреть и зарабатывать. В пятницу новость индекс потребительских цен, а то есть инфляция по евро. Ну а решение по процентной ставке в России, тем более не планируется изменение, вряд ли нас побеспокоит. Вот такие новости на этой неделе. Напоминаю, что если вы хотите пользоваться моим торговым роботом и у вас уже есть счетовый маркет, вы можете получить его бесплатно. Поэтому пишите мне по ссылке в телеграм, и я вышлю вам условия его получения. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием. Всем пока!